Пример невозможной архитектуры от Якуши Дизайн — это дом для серфера-экстремалок. Названы победители премии ТОП-50 лучших виноделин мира. Здравствуйте, друзья! И снова яркая архитектурная новость из Китая. Там заканчивается строительство большого многофункционального комплекса в Чунцине по проекту South D Architects. Это уже четвертый совместный проект архитекторов и одного из крупнейших застройщиков Азии — Capital Land. И сложнейший пример высотного проектирования в условиях горного ландшафта и экстремального климата. Raffles City Чунцин расположен в месте слияния рек Янзы и Дзипин, занимая 22,7 акроплощади района Юйчжун, исторически являющегося главным торговым центром Чунцина. В древние времена здесь находился имперский въезд в город Чаутинские ворота. Общая площадь комплекса составляет более 1 миллиона квадратных метров и включает в себя офисные, жилые, гостиничные, торговые и развлекательные объекты. Реализация проекта длится уже 8 лет. Это немалый срок для Китая, но вполне объяснимый, если учесть, что комплекс состоит из 8 вертикальных башен-небоскребов и одной горизонтальной. Поэтапный запуск начался с открытия пятиэтажной торговой галереи и общественным парком на крыше, из которого открывается вид на историческую площадь Чаутяньмэнь. Конструкция галереи служит подиумом, основанием для всего комплекса небоскребов, который включает 6 южных башен высотой 250 метров и 2 северных высотой 350 метров. С северной стороны все башни оснащены экраном паруса, который обеспечивает однородность фасада и фильтрует дневной свет для жителей и офисных работников. Кульминацией же проекта станет сдача The Crystal — горизонтального 300-метрового небоскреба, лежащего на высоте 250 метров и соединенного мостами-переходами с двумя северными башнями. Идея соединения зданий небесными галереями как способ расширения публичного пространства в плотных городских застройках набирает в Азии все большую популярность. Площадь Crystal составляет 15 тысяч квадратных метров и включает элитное жилье, рестораны, бары, общественное пространство, сад, обсерваторию со стеклянным дном и фантастический бассейн с невероятным видом. Похожий проект с видовым бассейном на крыше уже есть в портфолио Savdi Architects — отель Marina Bay Sands в Сингапуре. Но в совершенству, как известно, предела нет. Действительно, проект очень интересный, и Savdi Architects продолжает свою идею вот этого лежачего пространства, соединяющего вертикальные башни. Marina Bay Sands, безусловно, очень эффектный проект. Я там был один раз, и это действительно уникальная штука. Но вот здесь они пошли дальше. Ну и вообще, что касается лежачих небоскребов, то эта тема тоже имеет определенную идею и популярность, я бы даже так сказал. Потому что если есть пространство, то зачем тянуться вверх, ведь можно тянуться по горизонтали. И, наверное, самый интересный из тех, которых я видел, лежачий небоскреб, находится во Франкфурте. И наверняка вы его тоже видели. Это целый комплекс, который находится в аэропорту. А вот пример невозможной архитектуры от Yakushi Design — это дом для серфера-экстремала, который расположен на каменном утесе и представляет из себя стеклянную кабину с обзором на 270 градусов. Основа строения — вертикальная колонна из переработанного бетона. Вмещает в себя большинство инженерных коммуникаций. Почти круговая планировка в общей площади всего 48 квадратных метров включает гостиную, кухню, спальню и ванную комнату, незаметно перетекающие друг к другу. Минималистичный интерьер выполнен в теплых бежевых тонах, чтобы смягчить суровый вид стихии за окном. Прямые линии, органические формы, грубо обработанное дерево, керамический декор, несущая колонна, она же единственная стена, декорированы под соломенные панели. Из мебели только самое необходимое и максимально приземистое, чтобы не перекрывать эпичный вид на Атлантический океан, уходящий за горизонт. Конфиденциальность достигается за счет системы жалюзи, интегрированной по всему периметру. Этот проект был разработан как дом отдыха для серфера, которому не привыкать к противостоянию с мощной стихией. В качестве архетипа этой каюты мы взяли древний маяк, неуклонно стоящий на самом краю земли, и указывающий на безопасный проход для кораблей, объясняет Виктория Якуша, основатель Якуша Дизайн. На всякий случай, если вы не знаете, Виктория Якуша и Якуша Дизайн — это украинский проект, и ей принадлежит в том числе и бренд Фаина, который очень неплохо прошелся по всей прессе и действительно представляет из себя нечто уникальное на территории постсоветского пространства, действительно что-то самобытное, настоящий украинский дизайн. Как здорово, что он тоже существует, так же, как, оказывается, существует и русский дизайн. Ну а что касается самого проекта, то, безусловно, он интересен именно своей прозрачностью, своей неуклонностью и тем, что он стоит на берегу Атлантического океана. Ну, я надеюсь, когда-нибудь будет стоять. Изоляция вызванной пандемией COVID-19 заставила задуматься об уединенном домике не только Виктория Якуша, но также и законченного урбаниста Карима Рашида. Эти месяцы заключения в четырех стенах многим помогли определить, что действительно необходимо, а без чего можно обойтись. К счастью, наш мозг устроен так, что мечты плавно перетекают в планы, которые вдохновляют нас на создание прекрасных и полезных вещей, как, например, диск-хаус по проекту Карима Рашида. Запертый в Нью-Йорке величайший футурист и урбанист нашей с вами современности начал фантазировать о домике на природе, из которого открывается вид на все четыре стороны. Так родился проект «Дача мечты» Карима Рашида, который представляет собой прозрачный цилиндр с 360-градостным обзором. Выглядит как футуристическая сказка. Прозрачная резиденция от Карима — это единая конструкция с панорамным остеклением и центральной колонной, которая не только является несущей конструкцией, но и содержит все необходимые коммуникации, такие как электричество, водоснабжение, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, управление электроникой и прочее. Снаружи дом огибает небольшая терраса с бассейном. Проект площадью 200 квадратных метров рассчитан на две спальни, два с половиной санузла, расположенные в цокольном этаже здания. В дорогой версии этого дома поливизионное стекло станет непрозрачным, если щелкнуть выключателем, комментирует Рашид. Но, может быть, в этом и нет необходимости, если он будет окружен лесом, и я могу просыпаться каждое утро до восхода солнца. Очень интересно, что эти два проекта так похожи друг на друга, ну, по крайней мере, концептуально. И мне также очень нравится, что у Карима появляются все более и более реализуемые проекты. Вот на прошлой выставке Черсая мы видели несколько объектов, созданных для сантехнических компаний, которые вполне могут быть использованы и не настолько футуристичны, и, соответственно, неприемлемы в жилых помещениях. И вот этот проект тоже вполне себе ничего. Я надеюсь, что их ждет чуть более яркое будущее, чем, например, кухни от производителя Марии. Ну, а в современном городе все должно быть прекрасно. И здания, и газоны, и скамейки. И именно для решения этой задачи архитектор Стефано Баери разработал свою коллекцию Супер Вердо для производителя уличной мебели компании Металко. Стефано Баери и ранее использовал растения в своих проектах. Наиболее известный это Vertical Forest, или Bosco Vertical, о котором мы уже говорили. Проект в Милане, жилые дома с балконами, засаженными деревьями и кустарниками. Новая идея простая и элегантна. Металлический барьер удерживает и защищает соответствующим выбранным насаждениям смесь почвы и одновременно является рамой, которая крепится металлические скамейки. Супер Вердо представляет собой проницаемую и гибкую конструкцию, которая продается квадратными метрами и моделируется в соответствии с окружающим контекстом. Система из различных модулей поставляется с энергоэффективной автономной системой обслуживания и позволяет проектировать ландшафты разных форм и размеров, создавать комбинации из разных насаждений. Благодаря ирригационной системе и датчикам для контроля и анализа состояния и влажности почвы можно управлять как водой, так и всеми ресурсами, что позволяет гарантировать здоровье растений, рассказывает Баэри. Супер Вердо способна не только решать декоративную задачу и обеспечивать приятное место для отдыха в каменных джунглях, но и улучшить микроклимат, создавая зеленые зоны, снижающие температуру в районах с высокой плотностью застройки. Самая компактная версия Супер Вердо имеет размеры от 9 до 20 квадратных метров и может вместить до 3 деревьев и 20 кустов, а также травы и многолетние растения. Самая большая версия занимает от 60 до 100 квадратных метров и вмещает до десятка деревьев. Стефано Баэри является безусловно ярым приверженцем зеленой архитектуры, также он является и приверженцем урбанизма, то есть люди должны жить в городах, по его мнению, и он выступает против расселения по пригородам. Таким образом, он создает зеленые ландшафты внутри городской застройки. И он также, помимо Боско-Вертикали, создал несколько интересных проектов. Это проект в Тиране, в Албании, что само по себе удивительно, очень интересный. И также проект рядом с Канкуном, так называемый Зеленый лес, тоже городской квартал, который буквально окутан зеленью. Красоту и приятные ощущения нам дарят не только качественные товары, но и атмосфера места, где мы их приобретаем. Очаровательный магазинчик в Белграде семейной компании Софи, производящей косметику, ручной работы по традиционным рецептам, уже второй проект студии Алтори для этого бренда. Магазин-мастерская совсем маленький. Помимо супругов-владельцев в ней работают всего два человека, но к оформлению своих фирменных воркшопов команда подходит со всей серьезностью. Сотрудничество студии Алтори и Софи длится уже четыре года, и за это время дизайнеры успели хорошо изучить философию бренда, старающегося максимально раскрыть возможности натуральных ингредиентов, чтобы добиться идеального баланса. И проект нового флагманского магазина полностью соответствует этой концепции. В интерьере всего три цвета – белый, таракотовый и черный. Природнее не придумаешь. Основой оборудования послужили глыбы местного мрамора, хорватского планита и маята из Черногории. Буквально подобранные дизайнерами на задворках карьеров, иными словами, это отходы мраморного производства, выброшенные переработчиками из-за недостатков. Алтори практически не стали как-либо обрабатывать камень, а лишь добавили к нему остальные элементы, необходимые для оборудования магазина. Форма и цвет полок и прилавка задуманы таким образом, чтобы максимально раскрыть природную красоту мрамора. Общую картину завершили авторские светильники в форме черных трубок, черный смеситель и легкие полупрозрачные шторы с логотипом Sofie. Результат гармоничный, но относительно незатратный интерьер, ничего лишнего в полном соответствии с философией бренда заказчика. Во-первых, это прекрасный пример взаимопонимания заказчика и исполнителя, я имею в виду, конечно, архитекторов. Во-вторых, это также хороший пример того, как можно сделать эффектный интерьер, не прибегая к большим затратам. Ну и также здесь я бы хотел обратить внимание, что мрамор поистине уникальный материал, который используется без отхода. Даже пыль используется для производства, кстати говоря, цементной плитки и осколки используются для производства декоративной гальки, которая применяется в ландшафтном дизайне. Ну и последняя новость на сегодня, но, возможно, самая интересная. Названы победители премии топ-50 лучших виноделин мира. И здесь есть ряд примечательных моментов. Ну, во-первых, в пятерку лучших не вошла ни одна винодельная из стран крупнейших производителей вина в старом свете, то есть из Франции, Италии или Испании. Но при этом отличились Америки. На первом месте аргентинская Цукарди Валь де Улка, и причем она занимает этот пост второй год подряд. На втором Бодега Гарсон из Ругвая, третья Домен Вахау из Австрии, четвертая Монтес из Чили. К сожалению, я ни на одной из них не был. Но вот следующие, Роберт Мандави, одно из авторитетнейших хозяйств в Напе, Маркиз де Рискаль и Шато Смит Лафит, я посещал. Ну и вообще, все эти винодельни обладают уникальной архитектурой, классической или весьма современной. Отдельно из этого списка 50 именно за архитектуру. Стоит отметить хозяйство Маркиз де Рискаль в Риохе с гостиниц эфирном стиле прицкеровского лауреата Фрэнка Герри, Антинори в Тоскане от Арке Осачиати, здание, за которое они получили приз года от портала Аркдейли, Вик в Чили, проект Смилиана Радича, всемирно известного чилийского архитектора хорватского происхождения. Кстати, он был автором павильона Serpentine Gallery в 2014 году. Мы говорили об этом павильоне в первом выпуске наших новостей. Ну и вообще, высокая архитектура довольно глубоко проникла в виноделие. Своими проектами для этой индустрии отметились и Норман Фостер, и Сантьяго Калатраве, и Филипп Старк. Кстати, на этой винодельне мы тоже были. И один из последних лауреатов Придскеринской премии RCR Architectes из Испании тоже отметились в виноделии. Помимо архитектуры, практически на всех винодельнях расположены звездные рестораны, шикарные гостиницы, спа и даже гольф-поля. Поэтому, как уже говорил не раз, винодельня — это не только и не столько провино. Для меня это Диснейленд для взрослых. К сожалению, в эти рейтинги пока не попадают российские виноделины. Безусловно, у них есть потенциал, потому что, судя по нашей поездке, есть и хорошая архитектура, и прекрасные ландшафты, и современные искусства, и рестораны. Стоит это все объединить, и у нас есть большие шансы, как, например, у тех же болгар с виллой Мельник, которые умудрились попасть в топ-50. Ну, а из тех виноделин, на которых я уже рассказывал на нашем канале, обращаю ваше внимание на Шлосс Йоханнесберг, на Делер Граф в Южной Африке и на Шато Марго. Они тоже в списке 50 лучших, и мы о них рассказывали в наших путешествиях.